Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале СКВОД, в магазине СКВОД. Будем рассказывать про кроссовки, которые есть в ассортименте магазина СКВОД. В общем, как я уже говорил, весна стремительным домкратом наступает. Наступает, сразу же уходит снег, сразу же появляется солнышко, и, в принципе, хочется гулять, хочется ходить, хочется заниматься экстремальными видами спорта. Насчет экстремальных видов спорта мы с вами уже говорили и не раз. А сейчас хочется поговорить про как раз кроссовки на походить от классического такого скейтбордического бренда, как Лакай. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы, скоро мы научим вас гулять. Ну, понятное дело, что про Лакай мы рассказывали уже не один раз, и про все достоинства этого бренда вы можете посмотреть наши старые обзоры, как и обзоры многих кроссовок для скейтбординга от этого бренда. Но такое впечатление, что в последнее время не только Лакай, но и многие другие скейтбренды, либо от менеджмента, либо от маркетинга, либо, я не знаю, от кого-то еще внешних консультантов, есть прям такая установочка. Надо делать кеды лайфстайл. Надо делать кеды, просто в которых ты гуляешь, а не катаешься. Лакай прислушивался к такому мнению и сделал кеды. И нужно сказать, что как у компании, у которой есть достаточно большой опыт в создании скейтбордической опуви, как у компании, у которой уже есть собственный стиль, у нее получились очень интересные модели как раз для того, чтобы ходить каждый день. Сегодня мы поговорим о кроссовках бренда Лакай, в которых можно ходить каждый день. Да, как я уже сказал, у компании очень и очень большой опыт, и у компании есть собственный стиль. Соответственно, они, вооружившись этими знаниями, вооружившись этим багажом, решают делать кроссовки для как раз вот простых прогулок. Часть из них, что называется, ну, не удержались, сделали кроссовки, в которых можно, конечно же, еще и на скейте покататься, хотя бы потому, что у них вот такая вот приятная почти плоская подошва, как, например, у модели FATE, которая у нас представлена в двух таких вот замечательных расцветках. И тут что приятно, частично они из замши, замша у нас частично напоминает бархат, соответственно, можно один из последних мемов популярных вставить про бархатные тяги и кефтеме, вот, но не знаю. Если честно, мне этот мем не особо нравится, да и кроссовки просто хорошие, называть их там какими-то бархатными, небархатными, это не совсем оно. В общем, очень интересные кроссовки, частично из замша, частично из такого вот материала, напоминающего сетку, крупную, покрытую уже мелкой сеткой, и вот такой вот тонкой пленкой, похожей на пленку гиперфьюз, с толстым язычком, четкая отсылка уже к таким скейтбордическим моделям 2000-х и начала там 2010-х годов, с не такой уж толстой стелечкой, но приятные кроссовки, такого с одной стороны и вроде как темного цвета, но с другой стороны с яркими элементами, как мы видим здесь, как мы видим на подошве, и плюс такими светлыми элементами, которые тоже задают немножко такого весеннего настроения. Другая расцветка очень похожа, здесь нету ярких цветов типа оранжевого, но зато есть что-то такое вот и темно-синее, и белое, и вот такое даже немножко в морскую тематику кед, который замечательно можно использовать для ходьбы на каждый день. Я думаю, что те ребята, которые может быть застали кеды 2010-х годов скейтбордические, либо те, кому этикеты визуально нравятся, но их не застали, следует обратить вот на эту модель внимание. Да, материалы, которые здесь используются, это скорее отсылка к более современным материалам, но силуэт, расцветка как раз вот отсылка к тому самому. Кстати, вот здесь вот немножко расцветка, согласитесь, напоминает классические вот эти Nike Air Max TN, на мой взгляд. Следующая модель, модель под названием Evo, сокращение, понятное дело, от эволюции. Ну да, наверное, по мнению компании LOKAI, вот это вот эволюция скейтбордических кед в кеды для того, чтобы ходить на них каждый день. Наверное, по удобству, если мы будем составлять хит-парад, из того, что сейчас буду сегодня рассказывать про LOKAI, вот эти кеды самые легкие, соответственно, самые удобные для долгих прогулок. Плюс еще расцветка, ну, с одной стороны, прям такая отсылка к классическим беговым кроссовкам. Белая подошва, черный верх, яркий элемент брендинга. Плюс расцветка, которая немножечко, что называется, рифмуется у нас с моделью Evo. Вот такая вот с отсылком к морской тематике, по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, как все мы знаем из советского кинематографа. Очень легкие, очень удобные, очень интересные такие модельки. Так, посмотрим, что у нас здесь со стелькой. Стелька у нас здесь не для прыжков, не для скейтбординга. Стелька у нас здесь обычная, но зато достаточно интересная такая поддержка у нас и пятки, и легкость, и, судя по всему, очень хорошая вентиляция. Соответственно, для долгих прогулок, чтобы надел и куда-то полетел, кроссовки просто более чем хорошие. И еще одна модель, про которую поговорим чуть более подробно, модель под названием Evo 2.0, то есть логическое продолжение вот этих кроссовок. Но здесь, скажем так, эволюция пошла немножко в другую сторону. Если здесь у нас эволюция была как раз в том, чтобы сделать суперлегкие кроссовки, практически невесомые, здесь кроссовки у нас появились чуть-чуть более такие вот, хотя тоже достаточно легкие, вот, чуть более такие кондовые, чуть более массивные, но все равно очень удобные, напоминающие либо такие немножко совсем чуть-чуть ретро-беговые кроссовки, либо вот современные такие кроссовки для прогулок. Тоже очень легкие материалы. Здесь вообще, кстати, нет замши. Здесь вот даже вот этот материал, который есть, это какая-то очень тонкая такая вот, что-то типа такой бархатной пленки. Никуда нам сегодня от бархата не уйти. Просто пленка, сетка, очень легкие кроссовки. И, что касательно стельки, стелька у нас классическая. Мне понравилось то, что здесь прям такой яркий бирюзовый цвет. Не знаю, ну сразу вот, когда видишь кроссовки такого цвета, хочется куда-то на юга, в отпуска гулять, швырять еду чайком и передвигаться на яхте. Надо купить яхту, точно нужно купить яхту. В общем, такие очень интересные, яркие и безумно легкие кроссовки. Другие кроссовки, которые повторяют их силуэт с одной стороны, но которым таким вот мощным кентавром представлена все-таки классическая такая около скейт подошва. Другая варианция этих кет. Более уже такой спокойной расцветки. Что у нас здесь по... О, кстати, у нас что интересно, что они и по стельке. У нас тоже стелька с хорошей амортизацией. Соответственно, это модель, в которой можно спокойно как ходить, так и заниматься скейтбордическим катанием. В целом, похоже по своим элементам на вот эту модель, но только если вот эта прям совсем невесомая и здесь чуть более такие тонкие материалы, то здесь все-таки уже есть такая чуть больше, ну, чуть потолще замша. Чуть потолще, кстати, даже не чуть, а серьезно, наверное, потолще язычок. То есть такой вот тоже симбиоз для того, чтобы либо ходить, либо кататься на скейте. И еще одна модель, о которой хочется рассказать, которая тоже относится к серии Evo 2.0, но это коллаборация с рэпером из Сан-Франциско Ларри Джун. Не самый известный рэпер, не самый на слуху человек, но человек с очень интересным творчеством. И краеугольным камнем, скажем так, его творчестве идет тема апельсинов. Поэтому здесь апельсины есть как на стельке, здесь есть отсылка к яркому оранжевому апельсиновому цвету, так и в самой расцветке кроссовок. И даже вот посмотрите на язычке, вот есть такой вот маленький листик. Тоже отсылка к маленьким листьям апельсиновых деревьев, на которых, кстати, написано Ларри Джун. Вот такая вот легкая коллаборация. В принципе, даже без коллаборации, если вы не особо знаете, кто такой Ларри Джун, не слушали там ни одной из его песен, все равно обратите внимание на практически невесомые, очень удобные, очень яркие и, на мой взгляд, очень лаконичные и подходящие для весны и для грядущего лета кеды. Такая вот подборка Лакай. Мы еще расскажем обязательно про скейтбордические кеды Лакай, которых тоже пришло очень много, которые тоже очень интересные. И здесь вы просто увидели кеды от скейтбордической компании, в которых можно ходить каждый день. Обратите внимание, зайдите на сайт, обратите внимание на цену этих кроссовок. Я думаю, что она вас приятно очень удивит. И не забывайте, кроме того, чтобы кататься на скейте, можно просто прогуливаться, можно хорошо проводить время. Но самое главное, находить времечко, чтобы заходить домой или там доставать свои гаджеты и смотреть новые видео от Сквота. Как зашкурить шкурку, как отодрать шкуру, как там, не знаю, кататься на скейтбординге, какие самые крутые коллаборации, какие самые интересные кроссовки. Многочисленные эксперты от компании Сквот расскажут это в своих обучающих видео. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, занимайтесь скейтбордическим катанием. С наступающим летом, друзья! Пока!